Прекрасная страна Прекрасная страна Прекрасная страна Фралада, фралада. Врунде кальт, врунде кальт. Оз им фельд варменнест. Локт унс андере. Штейдте асфальт. Локт ин Минск, локт ин Брэд. То, что Эке решился петь Высоцкого, было для меня новостью. Я делаю в Эке-де-Аре некоторые вечера с песнями Высоцкого. Но я там читал немецкие переводы мои, и потом уже голос Высоцкого сам звучит. Потому что я этот голос так важным читаю, что повторить это нельзя. Это будет плагиат и некрасиво. А если ты совсем по-другому делаешь, это потом тоже не то. И поэтому я без голоса Высоцкого не выступаю. Это у Булата совсем другое. С песнями Булата Акуджавы Эке-Хартмас выступает уже 20 лет. Достаточно попасть к нему в дом, взглянуть на увешанные фотографиями дворянина с Арбатского двора стены, чтобы понять, Эке не просто исполнитель и переводчик его песен. С Булатом Шаловичем его связывали многолетние дружбы. А вот с чего же все началось? Это было несколько дней после того, как отняли Бирмана гражданство и его обратно в ГДР не пустили. И в это время должен быть концерт Булата Акуджавы. Я тогда достал билеты тоже для Бирмана, его друзей, 20 штук. Ну, была такая ситуация у нас в ГДР. Там подписали против этого акта правительства 120 самых известных режиссеров, поэтов, писателей. Или это было большое войнение. И Булат тоже это чувствовал, что здесь что-то происходит. И после первого концерта я хотел подойти к нему. Но я немножко стесняюсь, и сразу он уже был окрушен толстыми вот этими женщинами русского посольства. И русские, которые жили тогда в Берлине, я к нему не мог попасть. Я потом писал на маленькую бумажку, дорогой Булат, я хочу тебе рассказывать, что у нас случилось, немецкий студент Фройнт Вольфа Бирмана. А эту бумажку я потом ему положил в пиджак, но он это видел, просто чтобы он знал, что я хочу что-то от него. А он потом вытаскал эту бумажку, читал и кричал мне над головами какой-то номер, четыре цифры. А я был так счастлив, чтобы он мне ответил, что я пошел домой и думал, что это значит, означает вот это четыре цифры. Ну я потом догадываюсь, что это его номер в гостинице, и ему звонили потом, и мы встретились. И он тогда только был свободен утром, по 8 до 8. Потом его в городе не пускали. Вообще он всегда был вместе с КГБ и все-все-все в этом году. Это же понятно. Но он мне тогда подарил маленькую свою книжку, и я ему подарил пленку с переводами, с песнями Бирмана. И так была наша первая встреча, и потом уже мы встретились это очень часто в Москве, и потом он был здесь в гостях. В 1989 году Эки даже выступал вместе с Булатом Акуджавой в одной программе. Правда, не в Берлине, а в Мюнхене. Это была такая организация, которая как-то думала, может быть, это Булат болеет, или не может приехать, или что-то. И они меня приглашали тоже, что я его перевел, и на всякий случай тоже выступал вместо него. И действительно так получилось, ему не вовремя дали билет, и он опоздал на один день. Я должен выступать в еврейской общине в Мюнхене, где все, конечно, так любили Булата, что они не хотели, что другой там выступают. Они сказали им, не убирайся, Булата хотим. Была немножко сложная ситуация, но там тоже была Ахмадулина, и потом вместе делали этот вечер, и потом всем понравилось, как я пел песню Акуджави, что все было хорошо. И потом в следующий день... Да и нет, и на русском тоже? Ну, я на русском более пел тот вечер, я и на немецком, и на русском это, пою его песни. И в следующий день он потом приехал, и мы ехали вместе в город Пасал, и Ольга Акуджави тоже была с нами. И там мы потом очень спешили, поднялись на сцену, и вдруг я спрашиваю, Булат, скажи мне, какие песни ты будешь петь? Я же не все перевел, не все в голове имею. Он сказал, ты пока не знаю, ситуация выходит, но я расскажу немножко, и потом я начинаю петь, и все увидишь. Ну, и потом все было хорошо, и хороший вечер, он даже мне дал это петь, и переводы почти все были, кроме одной песни, которую после этого я потом перевел. Темность воздействия понавещена, и тишина, как на дне, Ваша величество, женщина, да неужели ко мне? Ваша величество, женщина, да неужели ко мне? Я извиняюсь, что я так плохо говорю по-русски, но я немножко кавказским акцентом говорю, потому что я очень часто нахожусь на Кавказе, и у меня грузинская семья здесь рядом, и это так случилось. Грузинская семья, по счастью, оказалась как раз в Берлине. В Тбилиси зимой нелегко, ни газа, ни электричества, так что зимовать приезжают к Эке, встречающие у гостей с поистине кавказским гостеприимством. В прошлом году он к нам пришел, сам познакомился, он осматривал синагогу, мы живем около синагоги, и зашел к нам. Грузинская семья сам открылся, что он немец, и мы сразу же приняли его, как обычно у нас в Грузии принимают гостей, и спели вместе все. После этого он забрал нашу девочку, полюбили они друг друга, и сегодня мы очень довольны в том, что он очень хороший человек, очень своеобразный, и главное, что он очень любит музыку, а мы все музыканты. Мой муж дирижер по профессии, хородирижер, я вокалистка, преподаю в консерваторию. Мой мальчик тоже в музыкальном 10-летке учится, он очень музыкальный мальчик, и девочка поет метс-сопрану у нее, занимается серьезно здесь в Германии по вокалу. Мой муж дирижер, я вокалистка, преподаю в консерваторию. Во время нашего разговора меня все время не покидало чувство, что в комнате, вернее на кухне, где мы сидели по старой доброй традиции, присутствует еще один собеседник. Друг и учитель Эки Масса, известный поэт ГДР, Вольф Бирман. Это ведь и о его песнях сказал когда-то Влад, настоящий поэт приходит с мешком гвоздей, они из мешка вылезают и колют, и ранят. Видно, больно укололи они в 1976 году немецкое партийное руководство, если оно решилось лишить поэта гражданства. Тогда-то и появилась на кухне Эки необычная картина. Художник Райнер Боннер, которому заказали полотно к юбилею октября, изобразил похороны. Нет, не вождя всех времен и народов, вместо Сталина на картине изображен чем-то похожий на него Вольф Бирман, а вокруг, в отчаянии, другие вожди, сокрушаются. Что же натворило ГДРшное руководство, такого поэта прогнало. А ведь для поэта изгнание с родной земли равносильно смерть. Тогда же началась травля и на студента Эки Харта Масса. Для начала его выставили из университета за хранение стихов и фотографий Бирмана. Впрочем, как признается Эки, не за одно только хранение. С тех пор, когда я познакомился с Вольфом Бирманом, моя жизнь была связана с ним. И когда его выгнали из ГДР, я хотел продолжать эту культуру, что существует квартира, комната, где люди могут встретиться. Я специально вошел в эту темную большую квартиру здесь, чтобы устроить вечера для поэтов, для творческих людей. И в этой кухне в конце 70-х, в начале 80-х годов, потом действительно встретились молодые поэты, писатели, художники, которые уже не верили в идея зациализма, которые совсем по-другому уже писали и думали. И здесь возникало вот это немножко, я не люблю говорить оппозиция, потому что это не было у нас, как у вас. Но была дезидентская сфера, и был сам издатель. Покажу Тлакамуру вот эту книгу Булата, которую мы издали. Это мои переводы вместе с художником, потому что это было без цензура, возможно. Потому что это читается как произведение искусства, это как графика, и 100 экземпляров можно без решения сделать. И так мы опубликовали тоже стихи этих поэтов и все оно. И с этим все в этой кухне начиналось, и здесь тоже были те, уже более известные писатели и поэты ГТР, те, которые не перешли так рано в Ферги, как Зара Керши, Гюнда Кунат, здесь Крестовов были, Хайна Мелла и Фолка Браун, многие, которые известны. И эти люди, которые тогда здесь выступали, тоже сейчас известны, значит, это не было зра. Я хочу вам еще спеть одну песенку Ваффа Бирмана, которую мы перевели в помощи русских поэтов на русский язык. Это песня о могиле Генриха Гена, Хайна, в Париже, на кладбище Моматре. Где на кладбище Моматре небо плачет по умершим, в легких туфликах я прыгал. Через лужи, где неспешно разлагаются окурки, и помет собачий в пене, промочив из родноноги. Промочив из родноноги, я нашел могилу Генриха. Белый мрамор не согреет, его кости на чужбине, рядом с ним лежит Матильда. Так что мерзнет не один он, но Матильду все забили. Ее имя как бы тайно, рублен в камне только славный. Рублен в камне только славный, а Матильда лишь фрау Хайне. А в войну, когда нацисты свастикой согнули сцену, Их песню до безумства, это имя Анри Эйне. Как не знаю, но известно ли сватую спили строчку, Парижане на чертали, Парижане на чертали, Ево имя снова ночью. Парижане на чертали, Так вот и сидели мы, пили и пели, А в окна заглядывали любопытные прохожие, Привлеченные звуками гитары и некогда запретными строками бирмановских стихов. А я вспомнила Цветаевские. Вот опять окно, где опять не спят, Может, пьют вино, может, так сидят. И подумала, вот опять гитара, и опять стихи, И опять кухня, не московская, берлинская, Даже не эмигрантская, а настоящая немецкая. Так значит, не отзвучали песни нашего полка? Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Чтоб не пропасть по одиночке. Возьмёмся за руки, друзья, Возьмёмся за руки, друзья, Чтоб не пропасть по одиночке. Продолжение следует...